Привет друзья! Я с ранних лет любил заниматься историей и конечно же меня интересует история моего народа, еврейского народа, который разбросан по всем странам мира. И вот в интернете распространилась новость, что единственный еврей, который остался в Афганистане, на все 30 миллионов человек титульной нации, это Завлон Семитов, и тот решил покинуть Афган. В Афганистане евреи живут в Афганистане более 1500 лет, а их численность после войны в 1948 году была более 5000 человек, а в настоящее время афганские евреи покинули Афган и живут в Израиле, США, говорят на еврейском варианте языка дарий, условно относившемся к персидскому языку. По культуре они близки к бухарским персидским евреям. В основном афганские евреи жили ближе к границе Персии, то есть на западе Афганистана, и занимались торговлей, так как через этот город проходил Великий Шелковый Путь. Здесь вы видите старинную синагогу Ю-Аф в городе Герати. Она была восстановлена на деньги израильских и американских евреев. Ну а все изменилось в 1951 году, когда правительство Афганистана позволило всем афганским евреям эмигрировать из страны без лишения гражданства. И к 1996 году осталось всего 10 евреев на весь Афганистан. И вот 61-летний Завлон Семитов остался один из всей общины. Он торговец коврами и ювелирными украшениями. Он родился в этом городе Герати, где была большая еврейская община. Позже он переехал в Кабул, но в 92-м году убежал в Таджикистан. А в последующие годы его семья уехала в Израиль. Но он вернулся в Кабул. По его словам, он практически не покидает синагогу, она является и его домом. И выйти на улицу стало опасно. Эта единственная синагога, расположенная на цветочной улице в Кабуле, была домом для двоих оставшихся евреев. Заволона Семитова и Схака Левина. Они были вечными соперниками, как любые два еврея, которые каждый считает себя умнее. И обращались с вечными жалобами друг на друга. Как бы вы думали, к кому? К талибам. Вот интересно, да? Ничто не вечно под луной. И в 2005 году вражда закончилась. А именно тогда, когда умер Левин. И в результате чего Семитов остался в качестве единственного еврея во всем Афганистане. Он является сторожем в единственной синагоге Кабула. Фотографии Кабульской синагоги я так и не нашел в интернете. Поэтому опять показываю синагогу Ю-Аф в Кирате, которая была восстановлена. И в продолжении этой темы я вчера увидел в фейсбуке, что моя подруга из Израиля Ольга Мещерякова написала стих «Последний еврей Афганистана». И тем самым она меня вдохновила на этот видеосюжет. Послушайте ее стих. Когда зацветут тюльпаны, Красою затмив весну, Последний еврей Афгана Покинет свою страну. Герак погрустит немного, Забудется сладким сном, И контуры синагоги Размоются под крылом. Когда-то внимал равину Живой многолиткий клан, Пока не накрыл лавиной Безжалостный Талибан. А он, просыпаясь рано, Спешил в опустевший храм. Последний еврей Афгана, Последний из Магикан. А звезды во тьме светили, Луны оттеняя лик. А он протирал от пыли Страницы священных книг. Но в поле один не воин, И собран тот чемодан, И он, наревевшись в волю, Покинет Афганистан. Проникнет сквозняк сквозь рамы, На пол упадет песок, И скрипнет на дверце храма Амбарный большой замок. Люди уходят, а история остается. Здесь вы видите старинное еврейское кладбище В городе Герати, Афганистане. И, конечно же, оно на фоне мечети. Потому что синагоги все разрушены. Кроме той единственной, которую восстановили. А теперь слушайте звуки прощального шафара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok